Эти нижегородские студентки Мининского университета обучаются в Китае по программе «Двойной диплом». Учебу пришлось экстренно прервать из-за разбушевавшегося в поднебесной коронавируса. Во время эпидемии шутки плохи, поэтому девушки решили возвращаться на родину. Однако изначально у них возникли трудности с вылетом. Они записали видеообращение и выложили его в социальную сеть. На данный момент мы находимся в аэропорту города Гуанчжоу и ожидаем наш вылет. Но мы пока не знаем, какой именно авиакомпании мы отправляемся – аэрофлотом Нейвичайно-Саудин-Пейлайн. Ранее нам сообщили, что наш рейс отменен, потому что границы России и Китая перекрыты. Но позднее выяснилось, что четыре китайских авиакомпании и одно российская продолжат выводить граждан России с территории Китая. Досрочный вылет студенток связан с решением родителей, которые в среду на прошлой неделе встретились с руководством ВУЗа, представителями регионального Роспотребнадзора и Минобра. Руководство учебного заведения поддержало инициативу. Трое студенток были отправлены раньше окончания обучения. Поскольку провинция граничит с той провинцией, где вирус начался, получил свое начало, при этом на самом деле те студенты, которые приняли решение остаться в провинции, отмечают, что ситуация в провинции спокойная, что на данный момент продлены каникулы в партнерском ВУЗе до 24 февраля. Также на родину вернулся еще один нижегородский студент. У него планово окончилось обучение. Однако сейчас в Поднебесной находятся еще трое наших соотечественников. Эпидемию коронавируса их родители посчитали не поводом для досрочного окончания учебы. Мы держали связь с университетами каждый день, а то и один-два раза в день мы связывались. Спрашивали, как там ситуация. Там, в принципе, предприняты были достаточно серьезные меры для того, чтобы обеспечить безопасность пребывания там и иностранных студентов. Студентки, которые досрочно окончили учебу в Китае, сейчас находятся на двухнедельном домашнем карантине по рекомендации нижегородских специалистов. При этом они продолжают обучение дистанционно. Таким образом, в Поднебесной остаются лишь трое нижегородских студентов. Тем временем, в Нижнем Новгороде создан оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции. Он состоит из специалистов Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС и других ведомств. Это сделано для полной готовности в случае занесения инфекции в регион. Утвержден порядок работы, определены базы возможного размещения и госпитализации больных с подозрением на коронавирус. У нас есть четыре специализированные инфекционные больницы. Это помимо отделений, которые присутствуют, они тоже готовы к локализации и приему больных потенциальных с данной инфекцией. Еще раз подчеркиваю, это профилактические меры. Кроме того, в регионе закуплены специальные диагностические тест-системы для выявления нового вируса, чтобы точно поставить диагноз людям с подозрением на инфекцию. Во всех пунктах пропуска через государственную границу проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов. В аэропорту Стригина сотрудники Нижегородского Роспотребнадзора работают в круглосуточном режиме. Олег Лавров и Алексей Завлов. Время новостей.